Судный день отменяется. Ядерные торпеды Путина с громким названием «Посейдон» не работают. У России нет больше вариантов угрозы цивилизованному миру. То есть нет ядерной дубинки, которой пугали столько лет. Разбираем и анализируем вместе, как грозное оружие против мира превратилось в очередной плевок и унижение для кремлевского режима. Последние недели внимание западных стран было приковано к российскому подводному кораблю «Белгород». Стало известно, Путин поручил провести испытания ядерных торпед. Игнорировать такой факт опасно и даже безрассудно, ведь главарь Кремля неоднократно публично угрожал миру катастрофой в случае применения России такого оружия. Путин заявил в свое время, что это торпеда условно судного дня, у него технические характеристики просто были невероятными. Один километр глубина хода, скорость подводного хода 200 км в час. И радиус действия торпеды не ограничен. В Кремле заявляли, посейдону под силу стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк и Левос-Анджелес. 20 метров длины этой огромнейшей трубы, которая может нести на себе ядерный заряд, и которая двигается вперед, ядерная силовая установка. Поэтому любые действия с носителями ядерных боеголовок – приоритет номер один. Учитывая, что с каждым днем поражение в Украине встает очевидно, Путину терять нечего. Но неужели посейдон настолько опасный, как это представляют пропагандисты Кремля? Специалисты из разных стран, ученые, они поставили под сомнение все эти заявления. Они говорят, что километр вряд ли глубина будет, намного меньше глубина, хоть есть инерционная система настраивания этой торпеды, то есть она может идти, ориентируясь на рельеф местности под водой. Скорость хода может колебаться 100-150, может до 180 км в час, но это не 200 км в час. И радиус действия этой торпеды ограничен 10 тысячами км в час. То есть даже несмотря на все вот эти развенчания, мифы, такие показатели торпеды очень даже серьезные. Срочные испытания столь опасного оружия проявили мировых лидеров в очередную готовность. Ученые, аналитики и генералы затаили дыхание в ожидании, чего ожидать от российского ядерного оружия. Муз, разрешай! Результат испытаний стал настоящим сюрпризом для всех. По данным разведки США, подводные корабли не смогли провести нужные испытания из-за технических трудностей. Вот эти вот испытания, когда там то сломалось, а это сломалось, говорит о российской безалаберности, о российском военно-промышленном комплексе, который больше служил базой для расхищения денег бюджетных, чем для производства серьезных видов вооружения. Что пошло не так с главным оружием Путина, в России не сообщают. Но разгадка намного ближе, чем может казаться. Альтернативный импорт, параллельный импорт, импорт и замещение не работают в Российской Федерации. То есть зависимость Российской Федерации от иностранных деталей, иностранных запчастей, иностранных технологий, она просто катастрофически и невероятна. Такой провал чем-то напоминает бесконечные попытки диктатора Северной Кореи Ким Чен Ина запустить разрушающие ракеты. Сходство Путина и Ким Чен Ина в том, что и громкие пугалки в конечном результате не работают. Чем больше вот таких вот провалов, проколов у российского военно-промышленного комплекса, то тем сильнее, тем быстрее развеивается миф, который Россия долгие годы культивировала, создавала этот туман, его своей непобедимость, своим невероятным военно-промышленному комплексу, которого должны были бояться все страны мира, США, Британия и Китай в том числе. И вот каждая такая поломка, каждая такая неудача, умноженная на кадры, схарившие российской военной техники, суперпередовой на украинском фронте, самые современные танки Т-90, самые современные вертолеты, авиация, все это горит, как свечки в церкви, так очень активно, классно, великолепно. И вот этот миф о непобедимости российского оружия, он просто развенчан, он просто растоптан, уничтожен. И все страны мира, которые ранее активно закупали российские образцы вооружения, они начинают отказываться от таких покупок, потому что видят, что российское оружие – это больше про пиар, про маркетинг, но не как про результативность. Важно отметить, что на данном этапе Посейдон является собой угрозу более теоретическую, нежели практическую, ведь официально о постановке их на вооружение российские власти не сообщали.